Темно-коричневые выделения из лагалища. Патологические выделения у женщин встречаются нередко в практике гинеколога. Они свидетельствуют о тех или иных заболеваниях женской половой сферы. Выделения могут быть коричневого цвета, различных оттенков. Темно-коричневые выделения из лагалища связаны с большим количеством выделяемой крови. Светло-коричневый оттенок означает меньшее количество крови. Встречаются и выделения алой крови. Это симптом свежего кровотечения. К примеру, при травме слизистой оболочки во время полового контакта. Такая кровь не успела свернуться, поэтому имеет естественный алый цвет. А подкоричневые выделения представляют собой не что иное, как свернувшуюся кровь. Очень частый источник кровотечения в таком случае находится в полости матки. Выделения из лагалища коричневого цвета физиологического характера, то есть те, которые бывают в норме. В каких случаях это бывает? Связанные с менструацией выделения перед самым началом или сразу после менструации. Связанные с эвуляцией. У многих женщин с 11 по 15-16 дней менструального цикла могут появляться светло-коричневые выделения из лагалища. Беспокоят они не более трёх дней. Также выделения в норме могут быть связаны с использованием гормональных контрацептивов. Выделения появляются примерно в середине менструального цикла. Выделения физиологические, тёмно-коричневые и алые даже могут беспокоить после первого полового контакта и нескольких последующих. В случае патологии выделения из лагалища коричневого цвета бывают в предыдущих ситуациях. Вне связи с менструацией. К примеру, в середине цикла при условии длительности более трёх дней и отсутствии использования гормональных контрацептивов. После полового акта. При сочетании со следующими симптомами. Болезнь внизу живота. Болезнь из послеполового акта. Повышение температуры тела. Дискомфорт в лагалище. После задержки менструации. Дискомфорт в лагалище. Более года в период беременной паузы. После задержки менструации. Вне климакса. При беременности. Во время беременности. Цвет может варьироваться от розового до тёмно-коричневого. В норме у каждой женщины выделяется специальный секрет из лагалища. Обязательно следует обращать внимание на цвет и на консистенцию этих выделений. Если выделения сопровождаются неприятным запахом. Это может говорить только о наличии инфекции. При несоблюдении интимной гигиены. Выделения могут становиться тёмного цвета. Это происходит по причине изменения кислотности в лагалище. Измените график. Гигиенических процедур и коричневые выделения перестанут вас беспокоить. Возможно, вы замечали, что перед менструациями появляется выделение тёмного оттенка. Это может происходить из-за гормонального дисбаланса. Выделение коричневого цвета в сопровождении резкой боли внизу живота. При задержке менструации. Иногда даже без задержки менструации. Могут говорить о нематочной беременности. Поэтому при любых болезненных ощущениях в области мочеполовых органов. Следует посетить специалистов. Если выделения тёмного цвета имеют примесь крови. Это может являться следствием формирования либо эндометриоза тела матки. Либо воспалительного процесса в полости матки. Воспаление сличественной эндометрита. В случае появления тёмных выделений следует проконсультироваться с гинекологом. При каких обстоятельствах, при каких заболеваниях появляются коричневые выделения из влагалища. Первая группа заболеваний – это заболевания шейки матки и влагалища. Заболевания, вызванные инфекцией, не сдающимися половым путём, гонореей, хламидией, герпесом. Чаще при этих состояниях выделения имеют розовый оттенок. Кровотечение возникает вследствие быстрой травматизации слизистых оболочек половых органов. Также могут быть выделения после полового контакта. Воспалительный процесс становится причиной уязвимости слизистых оболочек. Эрозия, дисплазия и рапшиеки матки. Нередко коричневые выделения возникают и при этих патологиях, сопровождающемся дефектом слизистой оболочки. Вторая группа заболеваний – это заболевания матки и яичника. Гормональные нарушения, перименопауза, миоматоз, вследствие гормональной перестройки организма после 45-50 лет, климактерический период может сопровождаться появлением выделения коричневого цвета из влагалища. И третья группа причин – выделение коричневого цвета после половых контактов. При осмотре по выделениям врач может поставить лишь предварительный диагноз. Как правило, выделения светлые и прозрачные являются нормой. С выделениями темного цвета ситуация совершенно иная. Какова причина появления коричневых выделений после половых контактов? Изменения привычного светлого оттенка цервикальной слизи в темный цвет могут быть вследствие горного секса, травмирования слизистой влагалища из-за недостатка природной смазки после первого сексуального контакта. Почему темные выделения появляются у беременных иногда после половых контактов? Это объясняется тем, что матка становится особенно чувствительна и легко поддается повреждениям. Если вы заметили подобный симптом, следует посетить врача. Часто это может указывать на опасность перерывания беременности. Кроме этого, темные выделения после половых контактов возможны в результате изменений в работе половых органов. Длительные коричневые выделения. Наличие темных выделений в течение нескольких суток может быть причиной полипов в полости матки, полипов цервикального канала, полипов в шейке матки и эрозии шейки матки. Инфекции, передающихся половым путем внутри мочеполовых органов. Вагинита, сервицита, может быть выкидыши. Разрывы яичника, внематочной беременности, рака. Если выделения не прекращаются длительное время и сопровождаются дискомфортом, обратиться нужно к специалисту. Возможно, вам потребуется срочное медицинское лечение. Какие анализи необходимо сдавать при выделении из половых путей коричневого цвета? Для назначения правильного лечения первым делом необходимо выяснить природу возникновения темно-коричневых выделений. Консультация у специалиста включает в себя обязательный осмотр и запор материала для исследования. При консультировании врач проводит осмотр на кресле с помощью специального гинекологического зеркала. Выясняет наличие покраснений, отеков, высыпаний, язвочек. По окончанию осмотра врач изучает ряд дополнительных лабораторных анализов. Именно они помогут в дальнейшем поставить правильный диагноз и назначить эффективное лечение. Дополнительные исследования включают в себя следующие анализы. Это мазок на флору, пациент-диагностика на заболевания, передающиеся половым путем, анализы мочи и крови, УЗИ, органов малого таза, показаниями других органов. Гистологические исследования. При исследовании мазка выясняют, какая флора присутствует в лаговое влагалище, что именно вызвало появление коричневых выделений и воспалений. Исследование крови позволяет определить нарушения в гормональном фоне. Гистология направлена на обнаружение атипических, то есть раковых клеток у женщин. По результатам диагностики гинеколог может назначить лечение. Необходимо запомнить, что курс терапии следует проходить под контролем лечащего врача. Не стоит заниматься самолечением. Лучше обратиться в клинику за медицинской помощью. Если темные выделения появились в результате заболеваний, онкология, рак, эрозия, инфекция, назначаются различные препараты. Это и прием антибиотиков, и гормональные препараты, и химиотерапии, и биодоматки. В тяжелых случаях возможно проведение оперативного лечения. Для дополнительного лечения при неонкологических заболеваниях используются и физиолечение, и местное лечение, спринцевание, использование вагинальных свечей, вагинальных кремов, тампонов с лекарственными препаратами. По завершению курса лечения врач обязательно назначает проведение кантомных анализов. Эти результаты будут свидетельствовать о том, насколько эффективен угол лечения. В случае необходимости проводится пасторное лечение. Методы профилактики коричневых выделений излагалища. Не допустить появления темно-коричневых выделений излагалища можно только при соблюдении профилактических мероприятий. Как это сделать? Снизить риск появления патологических процессов можно при помощи следующих мероприятий. Носить белье из натуральных тканей. Отказаться от тесного нежного белья. Регулярно проводить гигиенические процедуры не реже, чем 2 раза в день. Отменить прием депаратов и средств контрацепции, способствующих появлению кровотечения. Соблюдать диету. Исключить пережаренную еду, соленую, острую. Отказаться от табачных изделий и спиртных напитков. Выполняя эти простые правила, вы можете предупредить появление неприятных коричневых выделений. При появлении коричневых выделений из благалища крайне опасно ставить диагноз самостоятельно и списывать опасные симптомы на тот или иной физиологический процесс. Следует безотлагательно обратиться к врачу-венекологу. Наша клиника располагает современным оборудованием. Проводится быстрая лабораторная диагностика. Врач на приеме после осмотра проводит диагностику, устанавливает предварительную диагноз. После получения результатов обследования устанавливается окончательная диагноз. Назначается эффективная терапия, индивидуальная для каждой пациентки. Своевременное обращение к специалистам обеспечит отсутствие осложнений. Очень важно своевременно обследоваться и при беременности при таком симптоме, как темные кровенистые выделения из благалища. Субтитры создавал DimaTorzok